Какое же главное событие ожидается на ближайшей неделе? Это симпозиум в Джексон Холле. Это симпозиум, это мероприятие, на котором собираются ключевые участники мировой финансовой системы. Это главы центральных банков, это представители ключевых игроков финансовых рынков и так далее. И, как правило, на этом симпозиуме, который проходит в конце августа каждый год, принимаются определенные знаменательные решения, которые зачастую кардинальным образом меняют те тренды, которые протекали ранее, до этого события в монетарной системе и, соответственно, на финансовых рынках. Конечно, с картинкой, с вот этой, возможно, я слегка погорячился, но, на мой взгляд, закулисье данного мероприятия выглядит примерно таким образом. Так вот, что же, еще раз, что же это за событие такое, симпозиум в Джексон Холле? Значит, как я и сказал, там собирается 45, значит, глав центральных банков. Это значительная часть, это представители академической индустрии, академической сферы. Федрезерв, понятно, значительное представительство там имеет. Медиа, государство и так далее. И зачастую это событие имеет физическое представление всех этих участников, но в этом году жертвоприношение, а точнее, назовем это по-другому, значит, выступление Джерома Пауэлла будет происходить дистанционно. И в целом, все это мероприятие пройдет дистанционно из-за вспышки штамма Дельта. И, в общем-то, 27 августа Пауэлл будет выступать на YouTube-канале, что, кстати, интересно, да? На YouTube мы можем посмотреть котиков, посмотреть там какие-нибудь автообзоры, а также на YouTube мы можем, значит, увидеть принятие решений, которые влияют на всю мировую финансовую систему. Так вот, 27 числа на YouTube-канале Канзасского Федрезерва выступит Джером Пауэлл и что-то нам повещает. Давайте вспомним, а что же мы наблюдали с вами ранее, то есть какие решения принимались на вот данном мероприятии. В 10-м, точнее в 9-м году было определено на этом симпозиуме, что кризис прошел свою ключевую точку, то есть как бы представители центральных банков согласились, что все худшее позади. В 10-м году, значит, была принята очередная программа количественного смягчения. В 11-м году была программа Twist запущена, а в 12-м году мы увидели еще один раунд QE. То есть много-много различных знаменательных решений было принято вот в рамках данного мероприятия. Можно привести еще там не один пример, но я думаю, что понятно, что это событие, несмотря на то, что оно неформальное, то есть именно на этом событии принимаются вот такие важные решения. Соответственно, рынок ждет чего-то, что и в этом году какие-то знаменательные решения будут приняты вот в рамках Джексон Холла. Какие вопросы ждет рынок, каких решений ждет рынок от данного события? Первое решение – это то, что в Соединенных Штатах, да и в целом в мире, нарастает неравенство. Дело в том, что действия центральных банков создают такую диспропорцию, то есть они, соответственно, создают инфляцию в финансовых активах. Если вы владеете этими активами, соответственно, вы получаете от этого пользу, вы получаете от этого прибыль. Если у вас активов таких нет, соответственно, все это проходит мимо вас. То есть это как бы еще одна причина, почему важно инвестировать деньги, потому что если вы не инвестируете, то вы, в общем-то, получаете только инфляцию. Вот, в общем-то, и все. Так вот, на этом графике видно разделение между регионами в Соединенных Штатах, где концентрация людей с наличием финансовых активов, то есть это верхняя часть распределения и нижняя часть распределения, то есть где меньше всего людей владеют финансовыми активами. И видно, что вот прибыль, что очень важно, что это не суммарный доход, а именно прибыль от владения различными активами. То есть разрыв за последние 20 лет вырос просто кратно. То есть это огромная, безусловно, проблема. И, в общем-то, как здесь вот Назера Хедж пишет, что, соответственно, Фед поощряет богатых, те, кто владеет активами, и наказывает бедных за счет того, что позволяет инфляции быть достаточно большой. То есть сейчас мы видим там 4-5% инфляцию. Соответственно, те, кто зарабатывает мало, для этих людей это больно, потому что там стоимость жизни растет. А, соответственно, те, кто владеет активами, они, соответственно, получают от этого пользу. Что очень важно? Вот Назера Хедж – важность факт чекинга. Тут они пишут, что только 15% семей владеют акциями. То есть 15%. Хотя вот нам же все отовсюду твердят, что вот американцы, пример, инвестируете, там построение какого-то капитала на пенсию и так далее. Я не поленился, я нашел официальные опросы. И, конечно же, эта цифра неверная. То есть никаких не 15%. Это 15% может быть где-нибудь в России, там еще где-то. Но в Америке эта цифра на сегодняшний день 55%. То есть просто такой пример, что нужно проверять. Не все, что пишут в интернете, не все это правда. Еще один занимательный график здесь хочу вам привести. Существует такой индекс разрыва уже не только от дохода финансовых инструментов, а в целом разрыв между богатыми и бедными, суммарного дохода. Этот индекс называется Gini. Индекс, возможно, как-то произносится по-другому. И здесь видна корреляция с динамикой процентных ставок. То есть очевидно, по мере снижения процентных ставок разрыв между богатыми и бедными растет. Потому что даже если условно у вас там есть какие-то акции, то есть какой-то портфель, но если одно дело, когда этот портфель составляет, не знаю, 100 тысяч долларов, другое дело, когда это 50 или 100 миллионов долларов. То есть, соответственно, доходы, очевидно, значительно отличаются. То есть, опять-таки, сравнивая долю расходов, сколько там доли расходов на питание, на жилье и так далее, в рамках дохода, не знаю, допустим, 50 тысяч долларов в год и в рамках дохода там 5-10 миллионов в год. То есть это совершенно разные цифры. Поэтому очевидно, что по мере снижения процентных ставок стоимость активов финансовых растет. И вот это вот расслоение между богатыми и бедными в обществе, оно растет. То есть какое-то решение ждут от ЦБ. Какое-то решение может быть. Ну, и оно не прослеживается. То есть что надо? Начать повышать ставки, чтобы как-то, значит, у богатых забрать. То есть, очевидно, монетарными мерами это решить невозможно. То есть для этого, скорее всего, нужны именно фискальные власти. То есть за счет налогов, за счет каких-то других процессов вот это неравенство снижать. Потому что монетарными методами, очевидно, это неравенство решить не получится. Ну, и второй пункт, второе, наверное, более важное для рынка, что ждут от Джексон Холла, это сокращение программы выкупа активов, которая на сегодняшний день составляет 120 миллиардов ежемесячно. В целом это решение логично, оно не является ни для кого сюрпризом, и все, по сути, ждут, ну, когда же, когда же Фед об этом объявит. Потому что на сегодняшний день вот в инструментах обратного репо зашито более одного триллиона, триллион, уже в цифрах путаешься, триллион, 111 миллиардов долларов. Это банки занесли назад Фед, сказав, что Фед, Федушка, мы больше нам не хотим. То есть мы уже нам ликвидности более чем достаточно. Забери у нас ее, пожалуйста. Вот, поэтому очевидно, что этот инструмент выкупа особо уже не нужен. Поэтому весь вопрос только в том, когда же Фед начнет сокращать. Есть разные прогнозы, есть вот более агрессивный прогноз от Булларда, что буквально там к марту уже следующего года, значит, полностью должна быть убрана данная программа. Есть, соответственно, более там такой голубиный сценарий, вот эта желтая линия, что более плавно будет уход, то есть более плавно будет сокращаться выкуп. И, на мой взгляд, вот этот желтый сценарий, он более вероятен. То есть Фед, дабы избежать вот этого Taper Tantrum, который был в 2013 году, то есть когда ставки очень быстро взлетели, а рынки очень быстро упали. Правда, потом все выкупили и все было хорошо. Но, тем не менее, чтобы не создавать вот этих вот рисков, Фед, скорее всего, будет там как-то очень плавненько, плавненько там на 5, на 10 миллиардов в месяц сокращать, сокращать и там куда-то далеко там в середину следующего года это сокращение, скорее всего, наступит. Вот. Поэтому бояться, на мой взгляд, сокращение выкупа активов не стоит. То есть ликвидности в системе много. Но, безусловно, это скажется, может сказаться на рынках. То есть рынки на это могут отреагировать, как минимум, при остановке своего роста. И в целом это, на мой взгляд, было бы логично, потому что последнее время мы наблюдаем с вами определенные признаки риск оффа на рынке, когда у нас растет стоимость защитных активов. И вот вопрос, наверное, самый главный, а что мы будем прайсить дальше? То есть темпы роста экономики замедляются, соответственно, QE уходит. Какой позитив дальше будет прайсить рынок, находясь на столь высоких отметках? Это очень большой вопрос, и, если честно, ответа на него у меня нету. Поэтому лично я уже более месяца занимаю достаточно консервативную и защитную позицию по отношению к рынку. Ну а что конкретно мы услышим на Джексон Холле, на этом симпозиуме, предсказать невозможно. Это, скажем так, любой сценарий имеет вероятностную основу. И поэтому я лично предпочитаю не гадать, а предпочитаю дождаться фактических каких-то заявлений и, соответственно, уже дальше думать, что со всем этим делать. Ну а в конце, друзья, на правах рекламы, так как на моем YouTube-канале нет сторонней рекламы, я не рекламирую никаких брокеров, никаких там сомнительных контрагентов, которые там вам что-то обещают, какие-то заоблачные результаты. На своем YouTube-канале, в своем Telegram-канале я, в общем-то, рекламирую только те продукты и услуги, которые делаю сам, то есть рекламирую свой опыт и свою экспертизу. И если вы хотите заниматься управлением или занимаетесь управлением своим капиталом самостоятельно и хотите повысить уровень своей квалификации, то в ближайшее время пройдет очень интересный курс по оценке справедливой стоимости компании. В действительности более 99% инвесторов вообще не имеют представления о том, а как же оценить, что они покупают. То есть когда инвесторы покупают акции, как правило, они не понимают, а сколько же они за эти акции платят. То есть что они покупают, это дорого они заплатили или дешево, это выгодная сделка. То есть 99% не умеют считать справедливую стоимость компании. И на этом курсе, который пройдет в ближайшее время, который состоит из двух частей, то есть первая часть – это уже записанные лекции, то есть это 4 лекции в записи, это теоретический материал и 2 лекции с практическими примерами оценки компаний, не гипотетических, а конкретных компаний, которые торгуются на бирже, это NIO и OFG, то есть это первый блок, а вторая часть – это 2 онлайн-семинара, которые пройдут 4 и 5 сентября. Стоимость на сегодняшний день, то есть первая десятка уже набрана, для второй десятки скидка составляет 16%. Для того, чтобы записаться на этот курс, то есть если вы хотите получить конкурентное преимущество, которого нет у 99% частных инвесторов и научиться оценивать справедливую стоимость компании, так как это делают лучшие аналитики, а материал, который лег в основу этого курса, это переработанный материал нью-йоркских бизнес-школ, то по этим контактам вы сможете как записаться на этот курс, так и задать все интересующие вас вопросы. На этом у меня все, друзья. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok